Привет, друзья! Меня зовут Аня, вы на канале BookFan, и сегодня у нас будет необычное прочитанное. Погнали! Эту идею я взяла у Иры с канала Риша Майя. Она как-то выложила прочитанное, где говорила свое мнение о книге сразу же после прочтения. Я решила, что это очень круто, особенно для меня, потому что мне сложно сформулировать свое мнение через неделю после прочтения книги или еще хуже, через месяц. Так что приятного вам просмотра, но не забудьте перед этим поставить лайк и подписаться. Все, поехали. Итак, с превеликим удовольствием рассказываю вам о первой прочитанной книге. Это японские сказки под названием «Журавлиные перья». Господи, как это замечательно, как это великолепно! Когда я взяла читать эту книгу, у меня было плохое настроение. И она мне его моментально просто подняла. Это просто шикарно. Я не знаю, может быть, я так расположена была читать между строк, понимать, что хочет сказать автор. Но я прям восторгалась тем, сколько всего, сколько тем, и как они классно раскрыты. Ярким примером будет вторая сказка «Брат и сестра». А жили были брат и сестра. Они были очень бедные, и у них не было родителей. Однажды в Акаматсу брат пошел в школу. Там был мальчик очень богатый, который предложил посоревноваться, принести вещь какую-то. И у кого она лучше, тот и самый лучший мальчик в классе. Естественно, в Акаматсу расстроился, пришел домой грустный, сестра спросила, что у него случилось, он рассказал. И сестра ночью, пока брат спит, отправилась за этой вещью. Продавец сначала был недоволен, но потом, когда услышал, зачем пришла эта девочка, отдал этот товар. Но у этого товара была особенная сила. То есть он умел делать что-то необычное. И в итоге Акаматсу победил, потому что у его вещи были необычайные способности. Богатый мальчик расстроился, но не растерялся, предложил еще раз принести какую-то вещь. И еще раз, еще раз предлагал. И каждый раз сестра ходила ночью за этим товаром. И каждый раз продавцы отдавали этот товар, но с особенной силой. И в итоге Акаматсу побеждал. Тогда богатый мальчик очень разозлился и решил схитрить. Он предложил на скорость подняться Акаматсу на гору. Было две горы. На одну гору пошел Акаматсу, а на вторую гору должен был пойти богатый мальчик, но он отправил туда своего слугу. Вот они идут, Акаматсу понимает, что он устал, он больше не может. И тут пролетает птица. Сейчас скажу, это какая-то особая птица. Тенгу. В японской мифологии существо с длинным носом и крыльями. Дух горы или леса. Аналог лешего. И эта птица предлагает Акаматсу обмен. Он отдает ей маленькую луну, то есть фонарь. А она отдает ему волшебный веер. Помашешь им, нос увеличится. Еще раз помашешь, нос уменьшится. Акаматсу настолько устал, что он уже не может ничего говорить. И птица просто забирает этот фонарь, отдает ему веер и взлетает. И люди видят, что этот фонарь поднимается. То есть Акаматс уже добрался до вершины горы. Получается, что он выиграл. И сказка заканчивается тем, что уставший Акаматсу лежит в постели, а его навещают друзья. И вы видите, сколько всего впихнули в эту сказку. Здесь и зависть. И то, что если ты богатый, не значит, что ты классный. Что если ты бедный, не значит, что ты плохой. И забота. И любовь сестры. Вы посмотрите, она каждый раз ходила ночью в город за товаром. Просто для того, чтобы брат обрадовался, что он может наравне со всеми прийти и показать какую-то вещь. Хотя я уверена, что сестра понимала, что это вообще не важно. Здесь показано понимание. И то, что если ты хороший человек, если у тебя добрые помыслы, то весь мир повернется к тебе. Что даже продавцы, которые хотят спать, дадут тебе особенный товар. И показано, что даже если ты будешь врать, ничего у тебя из этого не выйдет. И в конце, когда друзья приходят к Вакамадсу, мы понимаем, что вот они, настоящие друзья. Они никуда не делились от хорошего человека. Знаете, что еще хочу вам сказать? Здесь очень много гравюр, которые помогают почувствовать эту японскую культуру. Наверняка вы плохо видите. Но мне бы хотелось, чтобы вы знали, что они здесь есть. Очень здорово читать и рассматривать эти гравюры. В общем, я на все 100% довольна этими сказками. Я буду продолжать знакомство с японской литературой. Потому что как-то раньше я вообще не обращала на нее внимания. А видимо, зря. И да, еще что хотелось сказать. Японские сказки известны своей жестокостью. Кстати, я сама об этом не знала. Мне об этом сказали, когда я уже начала читать книгу. И я как-то напугалась. Но здесь нет никакой жестокости, потому что книга 6+. Если вы боитесь, вот, пожалуйста, начните с этого. Здесь все шикарно, все замечательно, все прекрасно, добро и по-справедливому. В общем, всем я советую эту книгу. Может быть, я постесняюсь запихнуть ее в лучшие книги года. Потому что, ну, это сказки, маленькие сказки. Но вы знаете, мне очень сильно понравилось. Хотя, ну, наверное, все-таки она попадет в лучшие книги года. Потому что она этого заслуживает. Вот такая вот маленькая книга заслуживает, ну, нескольких сотен огромных. Может быть, даже и тысяч. Наша сказочная прочитанная продолжается. Но, к сожалению, следующие сказки оказались не такими прелестными, как японские. Это индийские сказки. В основном главными героями этих сказок являются цари, прелестные царевны, отважные юноши, почитаемые мудрецы и всемогущие боги. И основной целью автора является развлечь читателя. Но знаете, как получается? Он чересчур старается. Настолько он развлекает, что, мне кажется, детям будет сложно читать. А взрослым просто неинтересно читать про всяких богов, как они спустились на землю и помогли царю спасти царевну. В каком плане перестарался? Очень сложно разобраться, кто, куда, кому, зачем, почему. Очень много действий. И мы постоянно перескакиваем с настоящего в прошлое время. Как это происходит? Делаю небольшой пример. Это не из сказки просто. Жил-был царь. У него был брат. У этого брата был сын. Сын как-то пошел в лес и встретил там прекрасную царевну. Он спросил, почему ты здесь сидишь? И тогда царевна рассказала, как однажды, когда она только родилась на землю, спустился бог и сказал, что никогда она больше из этого леса не выйдет, пока ее мать не сделает вот что-то. А что это такое она не сделает? Тогда еще одна история начинается. И вот столько историй, что когда мы возвращаемся к этому, кто там был, сын брата царя, который пошел в лес и к царевне, которую заключили в лесу, мы уже не понимаем, кто они такие, что они здесь делают и что сейчас вообще произошло. Но с другой стороны, я понимаю, что, возможно, я зря сказала, что взрослым это будет неинтересно, потому что, ну, я много видела людей на Буктюбе, которые рассказывали о подобных книгах, не сказках, как там много приключений, необычные путешествия и так далее. То есть людей это интересует, тут не зависит от возраста. Но честно, я запуталась. И самое главное, ладно бы было сложно, но так как в японских сказках, что ты дочитала такой, как же метко сказано, а здесь нет, а здесь ну просто вот он был злым и Бог его наказал, а он был добрым и Бог его вознаградил. Вот так вот. В основном во всех сказках так. Мама читала эти сказки до меня и она предположила, что, возможно, это Александр Разумихин так пересказал сказки, так сложно, что вот кто-то рассказал это, что тот рассказал вот то. А на самом деле все проще. Но, честно, мне сложно представить, как там в оригинале было, как это можно упростить. Но, во всяком случае, здорово, что я познакомилась с литературой других народов, знаю, что из себя представляют индийские сказки и у меня есть какое-то впечатление от них. И такая прекрасная книга на полках. Но, кстати, я передумала выключаться. Я хочу вам показать эти замечательные иллюстрации. Действительно, очень атмосферно. Вот Индия. Да, я не была в Индии, но все очень по-индийски. Просто великолепно. Опять же, было бы здорово посидеть с ребенком и почитать это, но ребенок 100% не захочет разбираться, кто кому кем приходится и кто кому что рассказывал. Вот так вот. В принципе, я довольна. Я познакомилась с еще одними сказками других народов. Это здорово, это моя цель, и мне это нравится, какими бы ни были сказки. Знаете, иногда ракурс имеет такое огромное значение. Да вообще всегда. Я только что сняла конец влога. Я его снимала вот так. И я подумала, что жутко некрасиво получилось. А здесь как бы все красиво. Зачем я сюда пришла? Рассказать о книге «Мы против вас», которую я только что прочитала. Насколько вы знаете, это вторая часть «Медвежьего угла». И я сейчас собираюсь рассказать, о чем эта история. И понимаю, что, наверное, многие на этом моменте от меня отпишутся, потому что, ну, сколько можно? А что поделать? А что поделать, если две части? А что поделать, если они мне нравятся? Что вы мне за это сделаете? Знаете, что я заметила? Что в обеих частях в аннотации описана проблема, которая вот такая вот мизерная по сравнению с тем, что действительно важно в этой книге. Например, в первой части в аннотации было написано, что мы будем переживать за хоккейную команду маленького городка. А на самом деле мы переживали за девочку, которую изнасиловали, которой никто не верит, против которой ополчился весь город. И из-за этого же стали ненавидеть отца этой девочки, потому что отец директор хоккейного клуба. И он, ну как не он, полиция забирает в день матча, очень важного матча лучшего игрока из команды, потому что он изнасиловал Майо. И тут в аннотации написано, что прервется чья-то жизнь. И мне показалось, что прям какого-то очень важного героя, что я буду рыдать. Но ничего такого не было. Да, герой важен, да, грустно, но я не рыдала, и это не супертрагично было. Но вот что правда написано в аннотации, что это история о том, что только вместе жители смогут вернуть свой город к жизни. Город, который после этой истории с изнасилованием разделился на две части. И люди просто стали друг друга ненавидеть, бить, делать гадости, оскорблять, просто унижать, мешать друг другу счастливо жить. Я очень боялась, что этой книгой продолжением Бакман испортит всю историю. Очень боялась, я говорила, что это будет мое одно из самых больших разочарований. Но он не испортил. Господи, спасибо. И еще это я во влоге говорила, что если бы я не была настолько странной, что в плохих книгах я отмечаю странные моменты, чтобы рассказать о них в видео. А в хороших книгах мне лень идти за стикерами, отметить классную фразу. Если бы я не была такой странной и ленивой, то вот просто это была бы мочалка здесь. Обворожительная, уникальная мочалка. На каждой странице там минимум по три стикера было бы. Потому что Бакман умеет метко говорить. Я когда читала «Медвежий угол», сначала я думала, ну как так? Вот он просто говорит, особенно да, в первой части, во второй части немножко по-другому. В первой части он просто говорит. Просто вброс мысли какой-то. И ты такой, ну возможно ты прав, но докажи. Но потом я, во-первых, действительно стала просто без объяснений верить ему, соглашаться. Ну и плюс стали появляться ситуации в первой части, которые доказывают слова Бакмана. Бакмана, это меня влюбило в такой стиль, скажем. И плюсом в этой части как-то по-другому, знаете? Не просто какой-то вброс. Таких друзей, как в 15 лет у тебя не будет. А ситуация, и потом выводит какую-то мысль из нее. Какая-то прям малюсенькая ситуация. Не огроменная история глобальная, а просто малюсенькая ситуация. И из вот этого вот он выводит какую-то мысль. И доводит до слез, потому что это не вбровь, а в глаз. Или же наоборот, начиная с какой-то мысли, и этой мыслью подводит к истории. И вот этими своими доводами Бакман часто почти доводил меня до слез. Ну вот не доводил, знаете. Говорит, говорит, и ты такой уже, боже мой, боже. И он, он пошел в магазин, как бы продолжает историю уже про другого героя. Ты, ну как бы, ладно, хорошо, переключаюсь. Я не помню про первую часть, но, по-моему, я там не плакала. Но в этой части очень часто, вот буквально, наверное, раз 20 у меня было такое, что вот слезы стоят в глазах. И тут Бакман просто продолжает рассказывать историю про другого героя. Просто какую-то бытовую ситуацию. И что делать, что это сейчас было, вы предлагаете мне забыть вот то, что ты сейчас сказал, и переключиться. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, в принципе, я не возмущена этим. Мне нравится, я люблю Бакмана. Ну, за эту историю, да, возможно, там «Вторая жизнь Увы» мне не понравится. И я не знаю, я буду ее читать или нет. Книга очень популярная, но, если честно, я ни одного прям восторженного, шикарного отзыва на нее не слышала. Возможно, мне не понравятся его другие книги, но вот этот Оскар, который я мысленно даю Бакману за «Медвежий угол и мы против вас» уже никаким образом не отнимешь. И еще, наверное, это будет повторение со влогом, но что поделать, я и там, и там высказываю свое мнение насчет этой книги. Это произведение я с полной уверенностью от чистого сердца могу посоветовать всем. Ну, разве что детям не особо это понравится. И в особенности подросткам. Вы знаете, до этого момента у меня не было таких книг, которые я прям, отрывая от сердца, могла бы посоветовать подростку, если меня попросили. Я могла бы, конечно, сказать хорошую книгу, но не то, чтобы она прям для подростков, а вот это вот да. Еще что хотела сказать, я понимаю, что, наверное, это не супер важно, но я не хочу переставать говорить об этой книге, поэтому растягиваю время, вот я даже почти не запинаюсь. Очень часто я возмущаюсь, что в книгах про подростков, подростки вот все такие либо бестолковые, либо супер плохие существа. И вот здесь вот они не бестолковые. Я, кстати, когда читала, подумала, что в русских произведениях подростки бестолковые, а в зарубежной литературе они супер плохие. Ну, как-то мне так показалось. Мне кажется, с моим читательским опытом пока очень рано такое заявлять, но вот так вот пока мне кажется. И вот здесь вот да, подростки плохие. Я не нашла героя, с которым я бы себя ассоциировала, которого я бы понимала, с которым у нас бы были одинаковые цели и так далее. Они все там, ну, странные какие-то. Конечно, в этой истории есть хорошие герои. Но вот, например, Кевин. Идеальный просто. Самый лучший, оправдывает все ожидания, которые только на него возлагают. Изнасиловал девочку. Замечательный, открытый человек, который просто готов сделать с собой что угодно, только бы не пропустить шайбу в ворота. Он вратарь. Но он, по-моему, кого-то убил, и его посадили за наркотики. То есть все проблемные. Не знаю, возможно... Не знаю. Просто, наверное, Бакман так захотел сделать. Потому что в итоге я их всех люблю. Со всеми жалко прощаться, какими бы они ни были. Я сто процентов заявляю вам, что обязательно перечитаю «Медвежий угол», и мы против вас. Ну, потому что, ну, просто невозможно вот так вот прочитать, сказать, что это классные книги, и все. То есть, возможно, с другими произведениями, которые меня покорили, такой номер пройдет. Там, допустим, две недели в другом городе. Я не особо хочу перечитывать, но скажу, что мне нравится это произведение. А здесь нет. А здесь я бы хотела в следующий раз почитать со стикерами, отметить все, и вот так вот показать вам. Вот вы видите, вот вы видите вот эту мочалку. Считайте, пожалуйста. Вот такое вот получилось прочитанное. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Если нет, тоже пишите, потому что я не против пробовать форматы. Это здорово. И, конечно же, не забывайте писать в комментариях, если вы какую-то книгу из упомянутых читали. Будем обсуждать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на меня. Спасибо, что досмотрели до конца. И до новых встреч.